Студенческое онлайн-ток-шоу «Среди крыш» стало известным среди молодежи благодаря своему необычному формату. Каждую пятницу здесь собираются интересные гости, проходят живые концерты. Название придумали студенты Чувашского государственного университета. Оно говорит само за себя. В нашем случае крыш не было, погода была не очень, поэтому шоу проходило в зале. Я считаю, что это очень хорошо. Крыша – то место, где нет границ, где все открыто, видно далеко. И можно многое о чем-то подумать. Я, конечно, обязательно сейчас залезу в контакт, посмотрю, где это все происходит, подпишусь на эту тему и буду смотреть не только выпуск, где я участвовал. Мне кажется, я там не совсем хорошо получился, потому что в такой одежде уже непривычно мне находиться. Обязательно буду смотреть будущие передачи и хочу подписаться. Очень интересная передача. Ведущие, режиссеры звука и монтажа, операторы – это тоже студенты университета. Здесь все как в настоящей телевизионной студии. Камеры, свет, удобные места для гостей. Гости проекта – это молодые творческие студенты и выпускники, которые нашли себя в разных направлениях. В пятницу здесь были студенты из Анголы и Палестины. На самом деле, когда пришли сюда, приехали, получается, нам было очень сложно, потому что уже язык незнакомый. И когда особенно в начале преподавать, скажут некоторые слова на английском, мы сразу понимаем. А когда на русском, надо где-то повторить сто раз, наверное, чтобы получить. Я изучила русский язык на год, потому что мне очень было трудно, когда привилекция слушала, я ничего не понимала. Евгения Алексеева, которую тоже пригласили сегодня на крышу, организовывает фестиваль «Ритмы мира» для студентов ЧГУ. Концерт собирают сотни участников из разных уголков мира. «Ритмы мира» – это такое мероприятие, когда в одном месте, в одно время встречаются более 20 стран. В нашем университете обучаются студенты из 48 стран, количество более 2000. Ежегодно участвуют все больше и больше студентов. В прошлом году участвуют из 21 страны. 200 участников на одной стене танцуют, поют на своих языках, показывают свою культуру. Студентам нравится интерактивное общение в прямом эфире, в социальных сетях, когда к разговору подключаются сотни друзей, просто подписчиков. Мария Федорова, Андрей Шоколев, «Республика».